Я за рулем долгожданного 612 сильного Mercedes-AMG GUE 63S. Слева от меня BMW X67 Competition, 625 сил, а за рулем у нас Серега Герваш, любитель сделать из Audi A8 полноценный суперкар. Справа Lamborghini Urus, 650 лошадей, за рулем Андрей ТТ, создатель тысячесильной Audi TT RS. Драги включены, машина переведена в спортивный режим DSCO, 4WD Sport. Поедем сейчас с холостых оборотов, все потребители выключены и сейчас увидим это интересное сражение. Три, два, один. Поехали! Да вы все ребята, просто взяли и все уехали от меня. Mercedes остается достаточно далеко позади. Так парни, у меня 0100 было без ланча 4.6, что у вас? 0100 без ланча 3.9, 1.4 мили 11.7 и 1209.1. У меня 0100 4.0 ровно, а 402 метра я без ланча прошел за 11.97. Андрюх, что-то для Urus без ланча 3.9 это как-то слишком круто. Да, Urus холостых удивительно быстро отработал. И я очень удивлен, кстати, что X без ланча 4.0. Это прям вау-вау-вау. Это пилот за рулем какой просто. Ты прав, я просто давлю на эту педаль сильнее всех. Начинается. Я уже рассказывал вам о качественном немецком моторном масле Rolf. И до 30 апреля не пропустите выгодную акцию. При покупке 4-х литровой канистры Rolf в промо-упаковке вы получаете 1 литр масла в подарок. У масел Rolf три компонента защиты. При запуске двигателя, на холостом ходу и при высоких нагрузках. Продается масло в железной банке. Поэтому можно быть уверенным в оригинальности продукта. К тому же у продуктов Rolf есть официальные одобрения на использование от самых крутых мировых автопроизводителей. Таких как, например, Mercedes-Benz или же Volkswagen. Переходите по ссылке в описании и успейте приобрести промо-упаковку с бонусным литром внутри. Либо ищите ее в магазинах вашего города. И напоминаем, что акция продлится до 30 апреля. Поторопитесь. Еще разок. Раз, два, три. Поехали. Раз, два, три. Сейчас получился достаточно синхронный старт. Пока, пацаны, пока. Андрей, я твой урус, трупашанал. Технокорейт привозит к геокорпусу полтора на финише. Скорость 210 км в час. У меня также с места 4, 4,6 до 100, 12,5 квотер. У вас? Так, 0,100, 3,7. 100, 209,3. Что-то вообще слабо, 100,200. И 402 метра, 11,75. Андрюх, 3,7 она поехала без ланча? Ну, вы же видели, без ланча, со всеми стартуем. Серега, сколько ты сказал 0,100 получилась у тебя сейчас? 4, ровно, 4,03. Удивительно вообще. Может быть, урусу и x6m еще очень нравится холод. Потому что когда мы в жару гоняли урус и x5m несколько месяцев назад, то там реально без ланча все было в районе 4,5 секунд. Да, условия сегодня реально благоприятные для автомобилей, особенно для турбированных. Вот, но едут бодро сегодня, да. Нет, это просто, понимаешь, чистая, добрая, позитивная энергетика, она передается. Это просто вага. Блин, Андрюх, реально 3,7 без ланча для уруса, мне кажется, это пипец как круто. Это вообще разрыв какой-то. Ну, ты видел, у нее два фронтальных интеркулера, огроменных слева и справа в решетках, и ты прикинь, их сейчас минус 4 обдувает. Едете, выравниваете себя в самом начале, едем 60 км в час, как только вы достигаете конуса, линии, где мы стоим, начинаете скаляться. Поехали. Так, ходом уже получше у нас держится ГВЕ-63, урус просто без шансов подперед, и к шестям потихонечку тоже. 100-211 секунд, ребят. 9,6. Вообще, это интересно, конечно, потому что когда мы летом урус гоняли, он ходом ехал 8 с чем-то, вот, а сейчас почему-то он едет 9 с чем-то. Посмотрим, как будет вести себя при ланче. Равняемся, парни. К двум станкам ячей, к шестям очень сильно прям начинает обходить, про урус вообще молчу. 9,5-120. 9,9-120. Очень близко едите, парни. У меня пока что показывает 11,2. Итак, ребят, продолжают заезды ходом. Выравниваемся. Скорость 60 км в час будет. Сейчас мы немного нажали. Я вырываюсь пока чуть вперед. Мерсес потихоньку отстает, а урус веет и машет девочка. О, там перебетлил. Толстать метр в час он мне приносит в районе корпуса. Ну что, ребят, по-моему, все понятно. Как бы, ну, у меня 100-200 стабильно получается. Один с небольшим, 11,2. А у вас 9 низкие на урусе и 9 высокие на x6. Ну, 9,3 сейчас получилось. У меня сейчас получилось 10,0,0,0. Ну что, парни, давайте сделаем сейчас пару раз торможения. Для этого мы наберем с вами 100 с небольшим, там, 115 где-то. И тормозим в пол, где будет стоять конус. Вот этот вот рыжий на урусе замочил меня проезжать. Он все везде меня обижает. Так, ровненько, ровненько выравниваемся. Опять все, улетела к чертям. Зато я показал отличное время. 3,09. Что, у меня сейчас было 100,0,3,9. Вот мы разогнались до 115 км в час. Сейчас я, ребята, чуть-чуть леду. Чуть-чуть леду. И на этом моменте бьем по тормозам. Все смотрим, сколько покажет драги дополненного торможения. Андрей, куда-то у нас решено. Я талантчик вообще поздно начал тормозить. Ориентируемся по драге. У меня 3,6 показывает 100,0. А у вас? 3,1. А у тебя несколько получилось 100,0. Ой, а я это еще не мил. Ну что, у меня сейчас было 100,0,4,2. Лучшее было 3,6 или 3,5? 3,38 у меня сейчас 100,0. Лучшая попытка 3,1. А сейчас 3,38. Ну что, ребята. Мы подошли к самому интересному моменту. Это заезды, это боевые заезды с места, с ланча. То есть машины едут на максимум своих возможностей. Раз, два, три. Ребят, что у вас? 0,100, 3,6, 120, 9,3 и 1,4, 11,5. У меня получилось 100,3,6, 100,2,10 ровно и 1,4 миле 11,6. Да, X67 очень круто себя показывает против Уруса. У меня 1,4, 12,5, 0,100, 4,5. Раз, два, три. Шесть просто, ребята. Аксалютно ровно. Катрюши мне вызывают память и сердечко. Скорость 180 км в час. Я проекну полтора корпуса. Разрыв увеличивается по ходу дистанции. Скорость 220 км в час. Отклика везет порядка двух двойных корпусов. И снова Мерседес остался прилично, ощутимо сзади. Так, ну что, 0,10, 3,6, 120, 9,2 и 402, 11,56. Стабилити. Ребят, я обновил свой рекорд по 0,100, 3,56, 100,2,10, 0,0 и 402 метра снова 11,6. Ну, 11,64. Но 0,100, 3,56 прям вау. Это нереально круто, Серег. У меня 0,100, опять 4,5, почти так же, как без ланча. И квотер 12,5. Слушай, Андрюх, если ты меня сейчас опять проедешь, я тебя буду вкрывать вранить. Неожиданным образом я оказываюсь за рулем GLE-63S. К сожалению, в отличие от GLE-63S, здесь лаунч. Готов? Готов. Двух лепестков здесь нету. Готов? Охренеть, просто охренеть. Вот это, блин, взлезы. Охренеть после GLE-63S. И хуру столько к концу обходят. Сумасшедшая, просто сумасшедшая. Да уж, если лаунь 0,100 было 4,5, то у меня сейчас они 4,7. Ну, у меня сейчас 0,100, 3,3. 3,3, охереть. Парни, я на самом деле просто, я после GLE-63, я просто охренел с того, как едет X6M. Он так выпуливает, у меня просто глаза аж на лоб полезли. Он едет очень быстро, потому что он 3,5 сегодня у нас лучше выдал. Это очень достойно. При заявленных 3,8, на 3,1 лучше. Итак, друзья, я вернулся из Sport Plus в Race. Sport Plus едет хуже, чем Race. Но надо было проэкспериментировать. Вдруг на этой модели что-то изменилось. Но нет. Таким образом, я немножко еще продулся и попробую стартануть. Стартануть, может быть, даже чуть-чуть постараться бы показать хорошую реакцию, чтобы хоть как-то соперничать с этими двумя монстрами и лидерами своего класса, не побоюсь этого слова. Раз, два, три. Просто отвратительное время реакции на педаль газа. Даже когда я отпустил тормоз и нажал газ, мне кажется, это слаг мозга BMW, но реально это было крайне долго. Это было пипец, как долго не вижу смысла даже продолжать конкуренцию, но времена, на самом деле, реально, я повторил просто те же самые 4,7 секунды. Это вообще шикарно. 0,100, 3,4, 11,4, 402 метра и 100,200, 9,2. У меня сейчас немножко на закопалось при приключении с первой на второй, подскользнулось видать, но рывок опять был просто фантастический. Правда, дорогие показатели у меня почему-то Серег не выдает. У меня ничего хорошего не изменилось, к сожалению. Если я сейчас смотрю твои результаты, то ты ехал на нем 4,5, 4,6, да, ладно? То я еду 4,7. Ну, в принципе, с учетом того, что я в два раза тебя тяжелее, то, наверное, это одна десятка и прилипает. Я не думал, что я это скажу, но вы не поверите, ребят, я хочу вернуться обратно в Иклестево. Он ехал, он прыгал, и я на нем смог бы нормально, хотя бы там до какой-то скорости, бороться в интересной борьбе против Уруса. Да, Урус был бы быстрее, но это была бы борьба. В данном случае, просто на момент, когда я отпускаю педаль газа, машина просто не спеша, вальяжно начинает трогаться с места. Но при лучшем времени Уруса в 3,3 и лучшем времени Мерседеса 4,5, даже с легким лаваном за рулем, ну, это такая себе история. Абсолютно неконкурентоспособна. Если у Ик-6М там 3,5, у Уруса 3,3, то в данном случае 4,5 у Мерседеса в лучшей попытке, это довольно-таки печальная стера. Парни, первое, что мы хотим с Андреем Серегой сказать, что, да, надеюсь, вы цените, что мы в зимушку в Айс для вас снимаем. Давайте теперь к результатам, парни. Ну, прежде всего, основной шок-контент это Урус, который 3,3 показал до сотни. Это уже, блин, это время BMW M5 в 90, просто там заводское, да, и так далее. Ик-6М тоже удивил 3,5, и, блин, он просто так выпуливает, он так быстро это делает, это потрясающе. С ГАУЕ-63С я не понял, что такое, то есть у нас не было даже выхода из 4 секунд, это, конечно, как-то непонятно. Ну, Андрей, как любитель Ауди, только такое должен был сказать. Мне понравилось, что была борьба все-таки между Иксом и Урусом, у нас 0,100 были достаточно равные, после чего уже Андрюха начинал уезжать, уезжал уверенно. Но, тем не менее, к концу 402 метров где-то там разница корпус, полтора, она не критична, и, тем не менее, это было интересно смотреть за противостоянием этих двух автомобилей. Немножко, да, не совсем оправдал свои ожидания Мерседеса, или мы его не совсем поняли. Может быть, там, потом машина раскатается, поедет чуть получше, но на данном этапе мы получили то, что у нас было. Ну, вот, кстати, конечно, круто, что, несмотря на большую разницу по стоимостям между Икс-6М, это в районе 12-13 миллионов рублей за хорошую версию, и Урус в районе 20 миллионов, машины получились практически идентичны даже на большой дистанции. То есть 1,25 мили у тебя было 11,6, а у тебя было 11,4, да, что-то в этом роде. Надо отдать должное, новые BMW, все BMW, новое поколение, и Икс-4, и Икс-5, икс-6, они все очень классно выглядят, и очень быстро едут. Как бы, хоть я так отношусь параллельно, вообще, к BMW, злостный любитель вага, но низкий поклон, BMW, новые, очень хорошие машины. Парни, а вот здесь вот такой вопрос, вот ваше мнение, да, вот есть у нас Урус, он уже не первый год держит знамя самого быстрого внедорожника в мире, и цифры крутые везде, и 0,100, и 100,200, он прям жарит очень круто везде. Вот как вы считаете, вот почему там те же BMW, почему они не могут досыпать еще немного мощности, и сделать машину быстрее? Зачем они выпускают машину, которая немножечко, но не дотягивает и не может вот... Для того, чтобы ты к Рамону приехал, и он тебе сделал самый быстрый BMW среди всех быстрых BMW в мире. Для тюнингиста делает, да. Чтобы был надежный запас, вот так вот скажем. Запас, до этого не было запаса надежности, теперь у BMW есть шикарный запас надежности. Слушай, но с другой стороны, ты же понимаешь прекрасно, что если любой тюнинг-ателье может добавить спокойно 100-200 сил любой из этих автомобилей, да, и просто там коррекцию программного обеспечения, Значит, запас есть большой. То производитель, если бы он хотел это сделать, он бы без проблем сделал, потому что Уру Stage 2 это 810 сил. И вот этот вот X5, X6M, это Stage 2, это 840 сил. И если бы производитель хотел, он бы сделал. Но если он это не делал, значит, есть на то какие-то свои определенные причины. Внутренние договоренности между автопроизводителями может быть, да? Абсолютно может быть и такое. Поэтому мы этого никогда не узнаем, но все об этом знают, что там действительно заложен сильнейший потенциал. Все, ребят, я думаю, пойдемте греться. Да, все, ребят. Всем спасибо за внимание. Постарались сделать серию для вас интересной. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!